Привет, мы тут в Стане вообще уже два дня никуда не выходили. Мы сидим дома как бездельники, сейчас решили под вечер как кроты выехать в магазин, вылезти наружу, потому что у нас погода безумно плохая и крутая, а он и Таня вышел. Выходи! Мы на эти выходные приняли вообще прикольный пассивный вариант. Мы посмотрели новую часть пиратов Карибского моря. Я говорю то, что мы с тобой похожи на кротов. Почему? Ну, мы под вечер вылазим, когда темно. А этот, подожди, давай рубрику мою. А, продолжаем нашу крутую рубрику, которая называется «Лук от Тани». Итак, штаны 10-летней давности. Кофта тоже самая, мама купила где-то там, наверное, на рынке. And your balance. И это бешка, это единственное, что хорошее. А я похож на столичного гопника. Нет, ты, кстати, лучше одет, чем я. Боже, какая-то жопа происходит с погодой, сплошные дожди. Даже выходить на улицу не хочется. Мне сейчас необходимо ехать в университет. Вон у меня там стоит машина. Как-то нужно дойти, мокнуть абсолютно не хочется. Мы с Таней завтра едем в Жодино проводить белорусские народные игры под названием «Беларусяда» среди всех школ Жодино, как я уже раньше рассказывал. Поэтому встретимся непосредственно уже по дороге в Жодино. Привет! Как я вчера и сказал, мы сегодня с Таней выдвигаемся в Жодино. Сейчас вот погрели машину, потихонечку собираемся. Сейчас заедем на заправку, выпьем кофе и стартанем. Таня, чем ты занимаешься? Смотрю на слова. Анализируем все ошибки. Да, мы с Таней периодически посматриваем наши видео, чтобы понять, что мы сделали так, что не так. Поэтому продолжаем смотреть дальше вместе с вами. Всем привет! Мне опять дали договор. Мы скоро в папочку выйдем с ней. Таня опять ввязалась в сомнительную какую-то штуку. Надо рубрику сделать Таней в сомнительной херни. У меня проблемы. То, что Таня рассказывала в прошлый раз насчет топ-модели по-белорусски. Вот она прошла первый этап кастинга, и сейчас ее вызывали на заключение договора. Ну, вызывали на заключение договора. Рассказывали, что будут съемки, мы будем жить в доме, нас будут снимать. Все как в топ-модели по-американски, может, засмотрел. Только будут давать вместо бургера в картошку. Короче, мужики, хочу, сука, высказать просто крик души касательно одной темы, которая каждому из вас знакома. Этой темой является беспробудное ожидание девушки каждый божий раз. Вы берете, договариваетесь на определенное время, на определенное место, в определенный день. Думаете, окей, все хорошо, приеду, подожду 10 минут, ну, где-то там излишки какие-то, опоздает и так далее. Ты приезжаешь, ждешь 10 минут, ждешь, сука, полчаса, час. И все приводит просто к тому, что это опоздание, оно затягивается на такой долгий срок, что уже становится несерьезным. Каждый раз ты думаешь, ну, надо как-то донести до человека это, объяснить, поругаться и так далее. Но у девушек на это очень прикольная позиция. Сначала она пытается оправдаться, потом она находит виноватых и находит причину, по которой она опаздывает. Потом она вступает в нападение, и в момент, когда она приезжает, ну, я же девушка. Я девочка. Женщина – это безумно сложное создание. Я не знаю, когда мы их поймем, но факт есть факт. Я уже просто безумно долго и безумно часто жду Таню, что мне пришлось высказаться на эту тему. Пошли стесняшки. А как мне что-то? Таня, ну скажи. И я говорю, ну, я не знаю, что сказать. Ну как ты не знаешь, что сказать? А тут я не знаю, что сказать. Я хотел спросить, кто чем занимается осенью, потому что мы с Таней два дня вот этих, которые сидим дома, ломаем голову и не знаем вообще, чем нам заниматься. Мы можем найти сегодня никакого абсолютно занятия. Мы хотели съездить в какой-то кафе, но наши интересы не совпадали в этот раз. Наши интересы совпадали. Но просто кое-кто не захотел. Он психанул, психовал очень-очень-очень сильно, как всегда. И в итоге мы никуда не поехали. В нашей паре я всегда ищу компромисс. А вот Ян только психует. Вот так вот. А еще, короче, очень крутая и радостная новость для меня. Покажи, у меня сделаны фары. Все светит, все работает. Всегда светло, потому что я ездил с одной фарой. И мне казалось, что все машины, которые едут мне навстречу, светили дальним светом. Я очень бесился, выдался матом при Тане, и Таня меня запрыгала. Не знаю, но включил все, наверное, вроде да. Сейчас мы едем в Жодино. Постоянно на меня кричит, что я что-то не так делаю. Ну ладно, я же девочка. Самый важный обряд, когда едешь на дальнюю дорогу, это подкачать колеса и заправиться. Профессионально, 10 рублей за колесо. Когда я ходила на мой кастинг, я его прошла. Я не помню, знаете вы это или нет. Сегодня в 19.30 мы разделяемся на группы. 50 девушек разделяются на группы. С нами будут работать психологи, сценаристы. Будут интервью нас. Брать, наверное, что-то спрашивать. Как мы отвечаем на интервью. Как мы ведем себя на камере. Как мы смотримся на камере. Приехали сейчас в магазин закупиться какими-нибудь вкусняшками. И продолжить наши кинопросмотры. Дамочка, откройте, пожалуйста. Я безумно рад, что мы стали заниматься моей машиной. Каждый день, находясь в пути, за рулем, все время переживаешь. Мы с Таней любим нашу машину, правда? Да, сначала Ян любит машину, потом Ян любит GoPro, на который снимает, а потом Ян любит меня. Знаете что? Я уже безумно долго жду Таню. Уже с того момента, как я сюда приехал, прошло более полутора часа. Таня все время звонит и говорит, вот час, десять минут, еще чуть-чуть. До сих пор сижу. Боже, уже бесполезно даже что-то, наверное, делать. Я уже поиграл в телефон, посмотрел логотипы, посидел на Ютубе. И все равно Таня еще не приехала. Я сижу как Хатико и ожидаю ее прихода. За окном идет уже очень сильный ливень. Я уже безумно устал сидеть. Но приходится сидеть и ждать дальше. Поэтому смотрим, что будет потом. Привет! Вы видели бы лицо сейчас Яна. Я приехала. Но вообще ничего нет такого постыдного. Потому что девушки должны опаздывать. На минут 10-15. Но если они за рулем, то... На полтора часа! Намного больше. И мужчины их должны всегда ждать. На все высказывания Яны я скажу, что я девочка. Поэтому можно все. Мы заправились. Подкачали колеса. И двигаем дальше. Все, мы приехали в Жодино. Сейчас дождемся наших ребят. И пойдем уже собирать все площадки и так далее. Расскажи, почему я тебя снимаю на этом месте. Что ты первая сказала, когда мы заехали? Яна, ты намек? Таня нашла ЗАГСа. Мне нужно бежать отсюда. Я пошутил. Все, мы закончили свое мероприятие. Отсудили. Детям всем очень понравилось. Таня посмотрела на все это действие. Как оно выглядит с другой стороны. Вот мы немножко кушаем попкорн, который Таня купила. И собираемся на Минск. Таня, как тебе Жодино? Жодино, я не знаю, я по нему не гуляла. Но мне понравилась игра, которую Ян судил. И я хотела сказать, разойдитесь все, я хочу поиграть. Еще хотела кричать, судью на мыло! Самый топовый судья. Все, ребята, мы поехали на Минск и увидимся уже в Минске. Я сейчас в Black House Club. Опять? Да. У нас там будет брать интервью. Мы будем рассказывать немного о себе. И потом сценаристик будет записывать ролик. Будут записывать ролик, кто с кем ругается, кто кого ненавидит. Это нельзя говорить. Кто кого ударит. Яна, ты нельзя говорить. Мне похер, я не стоп-модель. Ну знаете, если я буду сучкой, ну а может меня и не выберет. Ну и что, этот интересный влог закончился. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем до скорой встречи.